Мой дружок пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие, избавь себя от унылого фарма, заходи в мою группу по прокачке, обеспечим валютой, уровнем или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и карабокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Всем привет мои дружочки пирожочки. Да, это табельный карабин. Я уже знаю что у тебя много вопросов, и если я просто покажу расположение 10 мест с частями этого карабина, нахер тебе такая информация не нужна. Тебе нужно знать как быстро собрать все эти улики, чтобы наконец таки открыть этот карабин, а не летать по всей карте днями и ночами впустую. Сейчас во всем разберемся. Начнем с того что всего существует 10 локаций с расположением частей этого карабина. Это так называемые места преступления, куда мы врываемся с двух ног, убиваем двух легавых и ищем где-то по центру часть нашего карабина, но всего таких частей нужно собрать 5 штук. Итак, ты зашел в сессию и хочешь начать искать эти места. После объяснения я естественно покажу тебе все 10 мест с расположением преступлений. Вернемся, ты зашел в сессию. Если эта сессия пустая или вообще закрытая, то придется подождать 20 минут, прежде чем ивент заработает. То есть если ты будешь летать в соло первые 20 минут, то ничего не найдешь. Тогда возникает вопрос, а если зайти в сессию с другими людьми? Вот тут без проблем, можно начать летать сразу, но все равно не факт что место преступления сразу же появится. Есть несколько лайфхаков, я бы их назвал фантомные, потому что не факт что именно из-за этих лайфхаков появляется место преступления. Но учитывая тот факт, что я просидел не вставая 6 часов, пытаясь найти все 10 локаций, все же возможно именно эти лайфхаки мне и помогли, а может и наоборот из-за них я проторчал 6 часов. Первый лайфхак. Если ты без конца ждешь и облетаешь всю карту в надежде, что хоть где-то место преступления засветится, но ничего не происходит, просто подлети к одному из мест спавной авента и перезайди в другую открытую сессию, перезашел, не получилось, еще раз сделай так, на раз 3 или 5 точка сразу же заспавнится и ты сможешь забрать часть карабина. Второй лайфхак для тех кто катает на апрессорах, вертолетах или самолетах. Я много времени убил впустую, но именно когда я двигался с минимальной скоростью, на минимальной высоте, а в идеале на автомобиле, тогда точка спавна появлялась. Возможно у многих кто уже прошел этот ивент, точки спавна появлялись когда те летали высоко в небе. Я говорю сразу как было у меня, место преступления появлялось на карте, когда я был максимально близок к локации, это во мне транспорт на экспорт, который появлялся на карте, когда его еще на мини карте не видно. Тут нужно двигаться в сторону точки медленно и подъезжать или подлетать прям вплотную. У меня раз было так что я подошел к точке, ничего не было, взял тягач, отъехал метров на 30, и точка появилась за спиной. Еще один немаловажный факт, это эффект наблюдателя. В чем суть, вы должны подъезжать к месту спавна преступления так, чтобы все объекты смогли отрисоваться не на ваших глазах, то есть они должны быть либо за зданием, либо за другими объектами. Это как раз к тому, когда мы сверху летим и ждем что все на глазах у нас отрисуется и появится. Такого у меня не было ни разу, всегда получалось так, что прямого контакта со спавном у меня не было. Ну и последний лайфхак, нашел улику, меняй сессию, ибо будешь ждать второго спавна минимум 20 минут, а в новой публичной сессии место преступления может заспавниться быстрее. В общем религии достаточно. Думаю в комментах найдутся те, кто со мной не согласен, и возможно они будут правы. Но учитывая свой опыт, минимальное время между спавнами мест преступления у меня составило 9 минут. Это с учетом смены сессии. Теперь немного о цифрах. За каждую найденную улику, то есть часть оружия дают 5000 баксов и 2000 опыта. Как только найдем все 5 частей карабина, нам еще сверху дадут 50000 опыта, ну и естественно сам табельный карабин, который можно будет улучшить в любом оружейном магазине. А сейчас перейдем непосредственно к местам спавна мест преступлений. А после я немного расскажу об оружии и естественно музыкальный бонус в самом конце. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь отбросим статистику Чисто по ощущениям Звук отличный Особенно без глушителя В общем новенький карабин Действительно стоит потраченного времени Всем рекомендую Но сейчас музыкальный бонус И на этом все Спасибо всем за просмотр Всем бб, всем гг Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok